здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на канале делаем вместе своими руками с вами андрей и наталья сегодня мы снова будем резать старые джинсы и шить но теперь мы хотим придать объем нашей лоскутной композиции а как это у нас получится смотрите сами берем старые джинсы и распускаем их на лоскуты материала вырезаем кусок под основу нужного нам размера и расцветки у нас это кусок ткани 41 на 25 сантиметров причем обратите внимание что ткань у нас неоднородная по цвету вырезали теперь обрабатываем основу по краю небольшим зигзагом при работе основа будет многократно вращаться если мы не прошьем края лоскутка они сильно разлохматиться обшили края зигзагом теперь нам нужны снежинки мы взяли листок бумаги и нарисовали вот такие простенькие снежинки интернете огромное количество разных вариантов снежинок можно просто взять и распечатать те что понравилось но при этом необходимо учесть что края выбранных вами снежинок нужно вырезать из ткани и обработать края на машинке нарисовали снежинки вырезаем их ножницами из бумаги вырезали переносим картинку на джинсовую ткань обводим снежинки ручкой пиши стирай потому что ее чернила исчезнут когда мы прогладим изделие утюгом обвели контур и рисуем узор внутри снежинки вот такие снежинки у нас получаются на светлой ткани рисуем ручкой на темной ткани швейным мелком нарисовали узор теперь вырезаем все снежинки вырезали теперь выкладываем композицию на тканевую основу мы планируем использовать эту картинку при изготовлении джинсовой сумки поэтому используем ткань деним определились с расположением снежинок теперь крепим снежинки к основе с помощью булавок композицию закрепили будем пришивать снежинки на швейной машинке начнем нашу работу с узора снежинки узор вышиваем контрастными нитками для темных используем голубые нитки для светлых снежинок темно-синие при работе используем лапку для декоративных швов с открытым мысом очень удобная лапка не только при вышивке прямой строчкой но и здорово выручает при обработке краев аппликации зигзагом некоторые мастерицы успешно делают подобную работу свободно ходовой стежкой но мои навыки владения свободно ходовой стежкой не позволяют мне выполнить эту работу аккуратно поэтому я прошиваю узоры снежинок прямой строчкой выбирая снежинки обращайте внимание на узор удобнее всего работать с прямыми и прерывающимися линиями узора в таком случае проще соблюдать симметрию рисунка мы прошили узор всех наших снежинок вот так это выглядит теперь берем лапку для свободно ходовой стежки будем ей прошивать края наших снежинок теперь же мы стараемся подбирать нитки в цвет наших снежинок чтобы обработанные края не бросались глаза прокладываем швы в 3-4 миллиметрах от края снежинки наша задача сделать так чтобы края снежинок оставались свободными а середка не расползалась даже после стирки поэтому проходим края 2-3 раза по принципу штопки вот мы и прошили края всех снежинок теперь нам нужно их разлохматить с помощью щетки после того как прошлись по полотну щеткой отпариваем и проглаживаем нашу работу утюгом вот что у нас получилось снежинки надежно прикреплены к полотну но работа не выглядит плоской за счет пушистых краев снежинок я доволен результатом что называется в ходе съемок ни один дед мороз не пострадал если вам нравится то что мы делаем оставайтесь с нами а на этом на сегодня у нас все всего вам доброго до свидания